Приветствую вас. Итак, вы описываете проблему общения. Я не хочу почти вы никого близко пропускать, потому что быстро привязываюсь к людям. Дальше. Если вы говорите о том, что близко привязываетесь к людям, то, наверное, ну я так вот предполагаю, что, наверное, эта привязка с чем-то связана. То есть я имею ввиду, что у этой привязки, у этой привязки есть какие-то основания, да, то есть есть некие основания у этой привязки. И, соответственно, было бы очень здорово, если бы вы обратили внимание на то, как и почему становится возможной данная привязка. То есть, условно говоря, если вы привязываетесь, значит, имеют место быть ваши желания какие-то. определенные имеют место быть у вас желания. Вот, соответственно, то, что желательно сделать, это раскрыть эти самые желания. Чтобы вы их, вот, увидели свои желания, да. Чтобы вы их смогли определить, чтобы вы смогли их выявить, чтобы вы смогли, возможно, лучше понимать себя, да. Вот, можно лучше понимать свои переживания, свои, вот, именно потребности. Как так вот, собственно говоря, получается, что вам вот хочется чего-то, да. Когда вы взаимодействуете, собственно, ну, с людьми, да. Вот, это очень важная история, это очень важный момент. Потому что он касается напрямую того, как вы выстраиваете отношения с другими людьми. То есть, привязка – это тяга. Тяга. То есть, у вас появляется тяга к людям. Тяга к людям – это определенные потребности. Это определенные желания. Вот эти самые потребности и желания нужно раскрыть. Дальше. Мы все разные и по-разному реагируем на те или иные ситуации. Я это понимаю, но психовать, к примеру, по поводу того, что человек из тех, кого я считаю близким, прошел мимо в своих мыслях погруженный. Не заметил меня – не могу. Наверное, наверное, вы здесь хотели сказать, что не психовать не могу. Потому что, ну, если вы пишите, что не можете психовать, то, наверное, ну, я так думаю, наверное, не было бы ничего, да? То есть, не кажется, если бы вы написали, ну, если бы вы не могли психовать, да я так думаю, что не было бы, собственно, проблемы, и вы бы тогда вот в таком случае к нам бы не обращались. То есть, вы психуете, когда человек вас не замечает. Получается. Причем, человек, который вот, ну, которого вы считаете для себя важным. Вот. Тут очень важно раскрыть момент, почему вы психуете. То есть, что конкретно происходит. У нас здесь совершенно очевидно, что, когда вы психуете, когда и если, когда и если вы психуете, то происходит взрыв. Если происходит взрыв, то очевидно, что есть нечто, нечто, к примеру, у вас есть нечто, что копится, допустим. Копится, накапливается, вот. И, вероятно, речь идет об определенном таком напряжении, речь идет об определенном напряжении, которое у вас присутствует все время. Это может быть страх, это могут быть ожидания, о которых вы, вот, писали ранее. Это может быть все что угодно, но факт остается фактом, что напряжение постоянно есть. И психи, который у нас, то есть вот взрыв, возникает именно из-за наличия этого самого напряжения. То есть, вот, поисследовать его природу напряжения было бы очень здесь полезно. Далее, ну, совершенно очевидно, что речь идет о том, что раз человек вас не заметил, вот, ну, который вам дорог, то совершенно очевидно, что раз человек вас не заметил, то можно говорить, что вы себя чувствуете, ну, незначимой, неважной и так далее. Вот. Если вы чувствуете себя незначимой, неважной и так далее, то получается, что вы себя априори таковой не чувствуете. То есть, вы не чувствуете, что важны, вы не чувствуете, что вы значимы, вы не чувствуете, что имеете значение. возможно, вы не ощущаете своей, допустим, ценности своей, вы не чувствуете. Вот. И, соответственно, это тоже порождает проблему. Почему вы не чувствуете своей ценности? Почему вы не ощущаете, вот, того, что вы цены? Совершенно очевидно, что здесь есть некое, вероятно, условие, некое условие, которое вы сами себе, возможно, ставите. То есть, я буду ценный при каких-то условиях, при соблюдении каких-то условий, при соблюдении каких-либо, значит, ну, таких факторов, которые делают вас условно, делают вас ценный. Безусловной ценности у вас нет. Поэтому вас задевают, когда человек, значимый для вас, проходит мимо вас, прикрученный свои мысли. То есть, по сути, вы находитесь в постоянном решении конфликта, своего внутреннего конфликта, вы находитесь в постоянном решении своего внутреннего конфликта, вот, и, в общем, пытаетесь этот конфликт решить, пытаетесь его решить, вот, за счет, в том числе, значит, ну, за счет, вот, других людей, за счет своих близких людей, вот. Которые, конечно, далеко не всегда хотят и могут помочь вам в решении конфликта. Потому что не всегда у людей есть для этого ресурсы. Ну, я полагаю, что вы и сами это понимаете, но, тем не менее. Тем не менее. Дальше. Так, еще есть много подобных ситуаций, где, мне кажется, меня ущемляют, не додают того, чем делюсь я. Смотрите. Здесь у вас есть некая обида, с одной стороны. То есть обида, это, вот, необратные ожидания, за которые вы, по-видимому, не хотите, не готовы брать ответственность. То есть есть, вот, что-то, что вы хотите, есть что-то, что вам нужно, есть что-то, что вам важно, важно, вот. Но ответственность за это брать вы не хотите, за свои желания. Не хотите, боитесь, не можете, ну, тут абсолютно разные, абсолютно разные есть варианты. Вот. И вы, конечно же, перекладываете ответственность за свои желания на людей, других людей. Вот. И, когда люди ваши ожидания не обрадуют, вы, соответственно, сразу же, тут же, значит, испытываете негатив. Что, в общем, вполне нормально, вполне естественно, потому что, ну, как я уже сказал, да, вы ставите себя по сути делу в зависимость от других людей. Когда человек ставит себя в зависимость от других людей, он практически всегда фрустрирует, потому что это желание другого человека понять очень сложно, практически, ну, невозможно. Ага, вот. Вопрос заключается в том, ну, вот, на самом деле, вопрос заключается только в том, почему вы не хотите брать ответственность за свои желания, за свои, вот, потребности, да, которые у вас есть на себя. То есть, почему вы считаете, что, вот, ну, что другие люди, другие люди должны опечатывать, к примеру, скажем. Вот. Вот. Это очень, на мой взгляд, важный момент. Так, эээ, дальше, соответственно, вот, тут вы обиженные, вам не додают того, чем делитесь. Вы очень ляг. Это такая позиция жертвы. С другой, с другой стороны, с другой стороны, существует и другая сторона. А вы говорите, что вас ущемляют и не додают того, чем делитесь вы. Вот, знаете, эээ, хочется спросить, а для чего вы делитесь чем-то с людьми? Ведь получается, что, ну, вот, так получается, что вы не искренне в том, что делаете для других людей. Получается, что вы делаете для других людей только лишь, только лишь, с целью что-то от них получить. Вот, мне кажется, что, если вы считаете, например, людей не искренним, то тут вы сами к себе, эээ, ну, вот, вы к себе сами, да? Потому что, ну, вот, человек не всегда может знать, да, что вы хотите и что вам нужно и так далее. Вот, и человек не всегда может знать, когда вы, вот, для него что-то делаете, у него не всегда есть понимание, есть ощущение, да, того, зачем вы это делаете. То есть, он думает, что, ну, раз, ну, вот, допустим, она, допустим, сделала, да, вот, она сделала, эээ, то, что, ну, то, что, вот, хотела сделать, к примеру. То почему я должен, там, что-то делать для неё, я же, я же её не бросил, к примеру, вот. Вот, вот, как-то так, эээ, примерно, эээ, думает человек. Так, примерно, думает человек. Поэтому здесь вопрос, конечно, к вам, эээ, вот, то, что вы даёте людям, да, зачем вы это, зачем, зачем вы даёте людям то, что даёте. Что вы хотите этим показать, что вы хотите этим, эээ, допустим, продемонстрировать, ну, и так далее. Это важно, важный момент. Дальше, дальше. Так, эээ, из этих психов мне тяжело. Ну, здесь, эээ, дальше хотелось бы несколько более полно раскрыть, эээ, значение слова тяжело. То есть, то есть, что именно вам тяжело? Вот, эээ, ну, конкретно. Что именно тяжело? То есть, вам тяжело даются, например, психи, которые у вас, эээ, ну, возникают, проявляются. Вам тяжело даются напряжения, эээ, которые, эээ, которые выливаются в психи, например. Или есть, может быть, что-то ещё, какие-то ещё вещи. То есть, от чего конкретно вам, эээ, тяжело? Я бы хотел этот момент раскрыть. Потому что он, ну, эээ, достаточно важен. Вот. То есть, я понимаю, я прекрасно понимаю, что вам, ээээ, тяжело. Я прекрасно отдаю себе, эээ, в этом отсчёт, что вам, эээ, нелегко. Вот. Но, на мой взгляд, эээ, на мой взгляд, эээ, нужно понять, вот, собственно, ээээ, в чём именно вам нелегко. В чём именно вам тяжело. Дальше. Я ругаюсь с людьми, которые мне не безразлично понимают, что мне никто ничего не должен. Я сейчас слишком идеализирую, ээээ, свои ожидания. Ах, нет. Ожидания идеализировать нельзя. Вы ругаетесь, ээээ, с людьми, которые вам дороги. Вы ругаетесь с людьми, которые вам дороги. Потому что вы что-то от них хотите. Но вы не опускаетесь, ээээ, вот, в себя настолько, чтобы, ээээ, понять, чего именно вы хотите. Вы не опускаетесь в себя, в себя настолько, чтобы определить, ээээ, что именно вам нужно. Вы не изучаете себя настолько, чтобы понять, чего именно вы хотите. Вы не погружаетесь в свои желания настолько, знаете, какая штука. То есть то, что вы хотите, это действительно важно, это действительно нужно, это действительно ценно, то, что вы хотите, но при этом нужно аутентичное желание выявить, например, сомнения в себе, например, какие-то страхи, например, что-то еще, да, и, вероятно, помимо принятия личной ответственности за это, за то, что вы хотите, можно ли все речь еще и о том, чтобы вы, допустим, выражали людям, вот, то, что, ну, то, чего вам хочется, то, что вам нужно, то, в чем, вот, вынуждаетесь. Это было бы так же идеально, это было бы так же хорошо, потому что, вероятно, люди не знают о том, что вам нужно, вероятно, люди просто не в курсе, какие у вас происходят, ну, вот, внутри вас, да, какая происходит внутри вас борьба, к примеру. Люди этого не знают, потому что вы об этом ничего не говорите. То есть, более аутентично выражать свои чувства, да, более ясно, понятно, чтобы людям было очевидно, насчет с чем и с кем они имеют дело. Дальше. То, что вы ругаетесь с людьми, которые вам не безразличны, свидетельствует о проблемах с личными границами. То есть, вы боитесь, действительно, боитесь сближения, но боитесь сближения вы в том числе и потому, что, вот, личные границы у вас не простроены, вот, просто, ну, просто не простроены личные границы. И мне здесь, вот, кажется, что вам можно помочь их простроить. Чтобы вы, например, допустим, ну, чтобы вы, к примеру, не боялись, ну, чтобы вы не боялись сближаться с людьми. Вот, чтобы вам не было страшно сближаться с людьми, вот. Ну и так далее. То есть, тут вот такая история. Так же может быть, может быть, вот, личные границы – это безопасность, это определенные правила, которые нужно вырабатывать. Жизненные правила. Далее. Вы не идеализируете свои ожидания, потому что, как я уже сказал, ожидания идеализировать нельзя. Это невозможно. Вы, скорее, стараетесь, наоборот, свои ожидания, во-первых, приложить на человека, другого человека. Вот. Хотя, как раз таки, это несправедливо по отношению к тому, к тем людям, которых вы любите. Вот. Но здесь даже дело не в справедливости, а в том, что, как бы, хоть перекладывая ожидания, да, хоть хоть не перекладывая, а, как бы, больше, что-то оно человек для вас не будет делать, чем он может, например. Это, с одной стороны, и, с другой стороны, это, вот, значит, то, что вы сами, свои ожидания, опять же, обесцениваются. Просто, в глубине души, во-первых, в них сомневаются. Вы не считаете, не считаете, что вам эти ожидания имеют вообще право на жизнь, на существование и так далее, и так далее. В итоге, чувствую себя виноватой и отталкиваю от себя, да, чувство вины за то, что вы чего-то хотите. Чувство вины и родом из детства, но, помимо, конечно же, проработки детско-родительских отношений, я полагаю, что можно вести речь и о том, чтобы, вот, просто вам помочь, ну, лучше понять, опять же, себя, да, лучше, лучше преследовать себя, да, лучше изучить себя, вот, и так далее. Мне кажется, что вот это очень важный аспект. Дальше. Мне проще жить самой по себе, мне так спокойнее. Ну, да, нет раздражающего фактора. Вместе с тем, мне необходимо общение, я боюсь привыкнуть к этому и начать психовать, когда мои ожидания будут совпадать с реальным поведением людей. Данный круг, не знаешь, что делать, что делать, чтобы что. Держать в себе это можно, но в один момент все равно прорвется. Дальше. А вот ожидания от людей, да, это, соответственно, ваши желания. Ожидания от людей, это ваши желания. И в ваших желаниях ничего плохого на самом-то деле нет. Потому что, вот, вы, если вы для себя чего-то хотите, вы можете этого хотеть. Вы, я даже больше скажу, вы должны этого, вы должны чего-то хотеть. Потому что, ну, для человека нормально иметь определенные желания. Вот. Для человека нормально иметь определенные потребности. Вот. В этом нет ничего такого-в-такого. В этом нет ничего аномального. В этом нет ничего странного. Вот. Понимаете? Другой вопрос. Как? Как? Вы свои желания реализуете? Это вот другой вопрос. Поэтому, вы абсолютно правы, да, чем в том, что, говорите, что если это сдерживать, то оно все равно прорвется. А, действительно, это не нужно сдерживать, это бесполезно сдерживать. Вот. Ну, свои желания. Нужно изучать то, что вам хочется для, например, себя. Нужно, нужно исследовать и отграничить то, что вы хотите для, допустим, себя от того, что вы хотите для других людей. Ну. Отграничить, в том числе, можно и свои усилия, которые вы, значит, прилагаете по отношению к людям. То есть, отслеживать, когда вы делаете что-то, чего вы делать не хотите. Когда вы делаете через силу, когда вы делаете что-то, что стимулирует у вас, ну, стимулирует у вас появление неких ожиданий. Вот. То есть, в этот момент, мне кажется, можно так же будет подкорректировать. И, тем самым, позволит вам чувствовать себя более свободно в отношении, более независимо в отношении. Вот. И так далее. Такой, такой вот, я полагаю, можно дать ответ на ваш вопрос. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.